В расчет электрического поля в цилиндрическом конденсаторе надо найти напряженность поля, потенциал поля в цилиндрическом конденсаторе, состоящем из двух вложенных друг в друга коаксиальных цилиндров радиусами R1 и R2, обозначим области 1, 2 и 3. В области 1, вид сверху, выберем произвольную точку, находящуюся на расстоянии R от оси цилиндра и поверхность в виде цилиндра с крышкой и дном, так чтобы она получилась замкнутая. Применим теорему Каоса. Это поток через замкнутый, который с нашего цилиндра должен быть равен единице на ε с ноликом суммам зарядов, находящихся внутри поверхности. Но заряды у нас находятся только на поверхности цилиндров, положительные, скажем, на внутрь и мы отрицательные на наружном. Поэтому здесь у нас правая часть равна нулю. Это может быть только в том случае, если напряженность поля равна нулю. Во второй области, вид сверху, выбираем точку во второй области до расстояния R от оси цилиндров. Используем теорему Гаусса. Поток можно расписать через скалярное произведение коллинеарных векторов, заменив их модулями. Поскольку у нас нет, имеется в виду вот эта поверхность, то есть надо брать вот здесь, DS, и здесь напряженность поля Е. Это я выбрал на внутренней поверхности цилиндра совершенно неправильно. Поскольку расстояние от боковой поверхности цилиндра до центра будет везде одинаково, напряженность очевидна константы, ее можно вынести, и у нас останется E умножить на интеграл от DS. Ну и понятно, что все это будет равно поверхности, боковой поверхности цилиндра. Поток через крышку и дно. 2πr маленькая умножить на высоту цилиндра, которую мы обозначим буквой H. Поток через боковую поверхность цилиндра. Потерями Гаусса он должен быть равен сумме зарядов, находящихся внутри. А это у нас заряд Q, находящийся на внутренней пластине. Только он попал, плюс Q. А минус Q не попал. Поэтому здесь пишем Q разделить на ε0. Напряженность, как функция расстояния, будет равна Q на 2π ε0KH, единица на R. И в третьей области выбираем произвольную точку за пределами цилиндра. Проводим цилиндрическую поверхность с крышкой и дном, замкнутую. И применим, и считаем, рассчитываем поток через поверхность вот этого бокового цилиндра. Через боковую поверхность этого цилиндра. Потому что через основание и дно, через основание и крышку поток будет равен нулю. Внутри попали оба заряда, обе пластины наши. И положительная внутренняя, и наружная отрицательная. Поэтому сумма одной зарядов равен нулю. Сумма зарядов, зеленая на ε0KH, равна нулю. Это возможно только в том случае, если Е равна нулю. Внутри цилиндра и снаружи цилиндра поле отсутствует. А между поверхностями равна нулю. Выберем для расчета потенциала. Расчет потенциала. Рассмотрим такой случай. Потенциал внутренней пластины, наружной пластины Φ1 равен нулю. В этом случае снаружи цилиндра потенциал будет равен константе. И будет равен нулю во всем пространстве, окружающем эти цилиндры. В пространстве между цилиндрами мы воспользуемся связью между зависимостью напряженности и потенциалом в цилиндрой системе координат. И рассчитаем dφ минус E dr. Проинтегрировав, получим φ минус... Используем наше выражение для E, которое у нас было, подставим его сюда. Выносим константы q2π ε0h. Остается у нас дает разделить на R. А это логарифм натуральный. Минус q2π ε0h логарифм натуральный R. Ну и плюс константа, поскольку мы брали первообразную считали. При начальном условии такие получаются. При R равном R2. Это у нас расстоимый R2 φ стремится к нулю. Подставим сюда R2, найдем константу. 0 равен минус q2π ε0h логарифм R2 плюс константа. Отсюда находим константу. Константа равна q2π ε0h логарифм R2. И подставим сюда, найдем зависимость φ от R в области 2. φ от R будет равна. Выносим константу. 2π ε0h. Понятно, что у нас здесь Логарифм с минусом будет стоять взамен, или R маленькая, а это будет числитель. Логарифм R2 разделить на R. По теореме Гаусса левая часть вот здесь может быть записана через λ. λ умножить на h, линейную плотность заряда. 2π ε0h единица на R. При этом у нас h сократится. Поэтому здесь, если мы используем такое выражение, у нас получится φ от R равно λ на 2π ε0h логарифм R2 разделить на R. Ну и наконец, в первой области, поскольку здесь напряженность поля у нас равна нулё, можем записать φ от R равно вот этой константе. При R маленьком равном R. λ2π ε0h. Легаризм R2 на R1. Грешки получаются такие. Для E внутри напряженность равна нулё. А потом напряженность у нас вот под интегральное выражение единица на R. Единица на R. Напряженность у нас получилась единица на R. Потом она у нас подскакивает и начинает постепенно спадать по гиперболе. И когда мы выходим за пределы R2, она будет у нас равна констанции. Понятно, что зависимость для потенциала будет похожий вид иметь. 0,3, R1, R2 равна нулё. Потом это у нас логарифмическая зависимость. Так что стимуляция растёт, то есть слегка спадающая. И за пределами будет равна нулё. Ой, извиняюсь, здесь у нас она напряженность поля равна нулё. Е равна нулё. Е равна нулё. А тут фи равна констанция. Фи равна констанция штрих. Фи равна констанция. 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 Фи равна констанция.